Ха! Привет, мой друг! С тобой Дава Дым и скоро Новый Год! И как ты видишь, сейчас здесь очень много коробочек, поэтому я тебе порекомендую поставь уголёчки, забей чашечку и врубай видео заново, потому что обзорчик, скорее всего, будет долгий. А самое главное, мы разыграем парочку кальянов тебе и кому-то ещё. Два кальяна, два победителя. А также выберем победителя, кто выиграет 10 вкусов и боксик от компании Джем Табака. Погнали! Что у нас здесь есть? Это у нас кальяны Хука Ди Ди Ай. Компания довольно-таки старая, начинала с простых кальянов и была крайне незаметна. Но что же сейчас? У ребят появились новые модели, и мы их сегодня рассмотрим. Также рассмотрим одну какую-то супер нереальную модель, которую я специально не открывал, она секретная. Что же в этой коробочке нас с тобой ждёт? Мы вот так вот открываем и видим белоснежный красивый кальян с новой моделью Статик. Статик. Нет-нет, здесь нет пружины, как ты подумал, и это не закос под Мамай Кастом. Давай, я сейчас его разберу, всё вытащу, и мы это с тобой всё обсудим, дабы коробочки нам эти не мешали. Так, коробочку я убираю. Смотри, начнём с блюдечка. Блюдечка кайфовое, не очень толстое на самом деле. Такое, с гравировочкой DDI и Static X. Static X. Кстати, это Static X исполнитель, вроде бы, из Need for Speed Underground. И самый главный наш виновник – это вот такой вот белый красивый кальян. Он, в принципе, выполнен полностью из полициталия, либо из инженерного пластика абсолютно. Кроме шахты, основания и декоративных элементов. А знаешь, для чего это сделано? Чтобы он был дешёвый. А цену, как ты увидишь вот здесь, этого кальяна, средняя розничная цена. Он у нас разборный, и здесь у нас в комплекте должны идти шарики. Шарики идут вот здесь. Здесь их очень много, прям реально много. И когда я это всё выкладывал в историях, и говорил, типа, дядя и вообще, ебать, звери, столько шариков положили, что ни один производитель столько не ложу. На что мне ответили, что тебе много положили. Наверное, мои тоже тебе положили, потому что мне шарики не пришли. И был реальный головняк найти эти шарики. Я закинул шарики, и маленький вам лайфхак. Сюда подходят шарики от страйкбола. Не от пулики, а от пистолетиков, а именно от страйкбола. Вы знаете, что я не люблю, когда нержа вкручивается в полициталь, в пластик и прочее. От этого меня очень дико бесит. То здесь так не сделано. Здесь ты вкручиваешь, грубо говоря, в верхнюю шахту. Нижнюю погружную, в верхнюю декоративную. Грубо говоря, вот так вот у нас получается. И вот такой вот, в принципе, обычный мундштучок. Но давай мы сейчас еще поставим блюдечко сюда. Вот так вот. Так, ну что, давайте его попробуем разглядеть. Выглядит он вот так. Вроде симпатично, на самом деле. По тяге я еще не знаю. Есть пластиковый диффузор, который немного с маленькими косичками производства. А именно то, что немного не зашкурили. И остались следы от сверла, который все это сверлило. Также и на продувочных клапанах, и на том, что через что ты затягиваешься. Здесь у нас также о-ринги. Нету того, чтобы что-то вкручивать в пластик. В принципе, с одной моделью мы разобрались. Это новая модель от компании DDI под названием Static. Я ее положу вот сюда. И мы с тобой пойдем дальше. Так, что нас ждет в этой коробочке? Здесь у нас точно такой же Static. Но он уже идет черного цвета. Здесь, в отличие от белого цвета, в черном видны косички полировки. Косички в этой машинке, которая все это вытачивает. Это минус. Ничего про это сказать не могу. Такого то, что могло бы это как-то захвалить, задобрить, либо перебить. Вот здесь серебристо, чтобы резиночка хорошо держалась. В целом, в принципе, все одно и то же. Что касается блюдца. Здесь блюдца немного другое. Как по покрытию, так вроде бы и по толщине. Хотя нет, обманываю. По толщине точно такое же. Но, в отличие от блюдца, которая блескает, блестит и светлая, здесь есть вот такая вот прорезь. Про нее я тебе расскажу чуть попозже, когда мы будем его взрывать. Блядь, да вот ты пиздобол. Да, ты конкретный пиздобол. Ребятки, сорян. В белой коробочке немного другой кальян, который без логотипа. Это их максимальная бюджетная модель под названием Fly. Цены вот здесь. И она вроде бы как бы и палка, но я вам скажу так, что палка кастомна. Если я не знаю его видеть, то здесь есть дава дым. И, в принципе, на этом кальяне ты можешь сделать любую гравировочку, которую ты захочешь. В принципе, даже любого цвета. Особенно фанатам AMG и BMW, которые в бесконечном противостоянии могут выебываться с помощью кальянов DDI. Очень здорово сделано. Мне кажется, даже она, блядь, покруче сделана, чем новые модели Static. Как-то более поприятнее. Давай мы вставим погружную шахту. Да, я даже могу сказать, почему. Потому что вроде бы она бюджетная, но у неё есть уже диффузор, который сделан не из пластика, а выточен уже в самой погружной шахте. Ничего не скрипит, вставляется сразу. Тупников у меня нету никаких. Мунштучок здесь тоже. На самый обыкновенный с гравировочкой DDI и, собственно, само блюдце. Ну, плюс, конечно же, резинки. Ребят, ну, блядь, резинки вам показывать, но это просто гемор. Это просто ад, блядь. Давайте ещё обсуждать резинки, какие, блядь, туда и встают, какие нет. Нет. Так. Ну что, как вам такая модель? Это Fly. Обычная палка и стоит она вроде бы вообще копеечки. То есть за это качество, как это всё сделано, это реально стоит копейки. Скоро эти хлопочки войдут в традицию. Сегодня мы выбираем победителя, который выиграет бокс от компании Jam Tobacco. И наш победитель... Бам! Напиши мне в директ. А ты обязательно подпишись на канал и на мой инстаграм. Да, прикольный. Мне он нравится. И давайте вернёмся, наверное, к самой загадочной модели от компании DJI, которую никто никогда в жизни не видел. Называется она... Stretch. Давайте я сейчас быстро его распутаю. Ха-ха-ха, ебануться, блядь. Пожалуйста, меня простите, если это немного оскорбит ваши религиозные чувства. А ты сегодня помолился Богу, чтобы раздуплить дымный, сочный колыван? Ребята, это крест. Блядь, ну не знаю, кому это зайдёт. В принципе, смотря на этот кальян, почему-то у меня в глазах ассоциация с Антоном Гайворонским. Ну вот, блядь, не знаю, надо было ему такой кальян дарить. Кстати, у него прикольный такой красный оттеночек. Здорово, здорово, здорово. Да, блюдце здесь топовое. И на самом деле, я бы его переставил немного на другой кальян. Как бы, да, кальян круто, всё здорово. Но крест... Крест-то зачем? Дядяй, ну вот по факту молодцы. Не постеснялись. А знаете, в чём самый прикол? Хотите, скажу вам этого креста? Что когда ты продуваешь, дым идёт отсюда. Кто-то заберёт себе чёрного. А кто-то заберёт себе белого. И будут у нас два победителя на два кальяна. А ты хочешь себе кальян от компании Huka DDI с моделью Static? Тогда смотри внимательно и выполняй простые условия. Подпишись на мой канал. Поставь лайк этому видео. Включи уведомления. И напиши комментарий, что ты думаешь о кальяне в виде креста. И в следующем видео мы выберем двух счастливчиков, которые это заберут. Но самое главное, не забудь открыть вкладку подписчиков. Но самое главное, не забудь открыть вкладку канала на своём YouTube канале. Чтобы я видел, подписан ты на меня или нет. Ну что, друг мой. Я всё-таки решил покурить на кресте. Дабы не богохульствовать и не проявлять неуважение. Поэтому мы забили на кресте. Того, что он тёмный и его плохо видно, пришлось его отдельно подсвечивать. Но я думаю, ты разберёшься. Короче, что можно вообще сказать про эти кальяны. Внешний вид, ну согласись, вроде бы нормальный. Вроде бы прикольный. Кстати, что касается этой прорези, работает она примерно вот так. Ну правда не с моими щипцами, а с другими они будут работать очень круто. То есть, да, ты как бы вот так закинул и всё. И у тебя не шатаются, никуда не убегут точно. Прикольно. Но это не прям столь такая важная фича в этом кальяне. Сейчас мы прогреем. Я, короче, замерил диаметры. В принципе, они все одинаковые. То есть, единственное, что их отличает, это внешний вид. А основание, оно у всех почти одинаковое. И поэтому курицы, они будут одинаково. И давай мы сейчас с тобой взорвём нашу чашечку. И посмотрим, что из себя представляют эти кальяны. А потом подведём итоги. Плохие, хорошие. Что касается тяги. Она здесь очень лёгкая. Очень слабое сопротивление. Но при этом есть какое-то сопротивление, что насыщает немного курения. И ты не просто долбишь воздух. Но, будь осторожен. Я сейчас на такую уловочку попался. Я взял свою классическую колбу, на которой обычно всегда курю. Но высота шахты погружной немного меня, так сказать, подколола. Она не залезла в колбу. Поэтому пришлось брать родную колбу, которая шла с кальяном дядя. И не просто так её положили. Потому что нижняя погружная шахта очень длинная. Курица замечательна. Вообще. А теперь продувочка. Как тебе такое, нахуй, Илон Маск? Ты вообще охуела. Она сейчас в космос улетит. Охуительно. Конечно, крест. Но, блядь, хуй его знает. Дичка, не дичка, не знаю. Короче. Я его сейчас ещё прокурю. Покурю. Но не буду занимать много вашего времени. Я вам просто сейчас всё расскажу. Короче. Начнём, наверное, с минусов кальяна. Пластик, политсталь, короче, вы поняли, да? Оно обработано не прям супер-супер в модели статик. Но в статик чёрном вот такие всякие резбушки очень видно. И нужно, мне кажется, лучше отполировать, чтобы пластик был прям гладенький-гладенький. Что касается блюдца, оно прикольное. Ну, согласись, оно реально крутое. Не такое толстое, громоздкое. Что касается выреза, ну, не знаю, насколько это прям полезная фича. Потому что, мне кажется, многие привыкли бросать щипцы, ну, просто вот так. И, как бы, лишний раз просто кальян не таскать. Но если она есть, то это уже здорово. Что касается модели Flight, то она вообще самая топовая. Она какая-то гармоничная. Она какая-то цельная, блядь. Кстати, крепкая. То есть, если ты смотришь на модель статик, то ты видишь какую-то шаткость, что-то непонятное. То с флая всё совсем наоборот. Ну, что касается с этим крестом, то я его оставлю себе. Это были две новые модели статик. White и Black. Также модель флай бюджетная. И, конечно же, этот крестик. С тобой был Давадым. Участвуй в конкурсе. Обязательно подписывайся вот сюда, вот сюда. Продолжение следует...